Информационно-профилактический проект «Поговорите с доктором» Встреча с известными медиками Оренбуржия На ваши вопросы отвечают врачи разных специальностей Каждая программа – диалог на заданную тему Ваши вопросы авторы проекта получают на сайте центропрофилактики.рф И передают их ведущей Софье Ковалевской Мы говорим о самом важном – о том, как сберечь и приумножить здоровье Добрый вечер! Мы рады вас приветствовать на площадке онлайн-проекта «Поговорите с доктором» Организаторами этого проекта, как всегда, выступают Министерство здравоохранения нашего региона И Оренбургский областной центр медицинской профилактики Представляю с удовольствием вам гостей этого вечера Заведующий пульмонологическим отделением Оренбургской областной клинической больницы номер 2 Главный пульмонолог Министерства здравоохранения Оренбургской области Кулбаисов Амиржан Магажанович, добрый вечер! Добрый вечер! И медицинский психолог Оренбургского областного центра общественного здоровья И медицинской профилактики Юлия Андреевна Карабаева Юлия Андреевна, рада встрече! Сегодня нам предстоит с вами поговорить о борьбе с курением О проблемах, которые вызывает эта пагубная привычка И о том, как помочь человеку справиться с этим пристрастием Наверное, мне бы хотелось, как всегда, приступить к этой теме С определенных общих вопросов А чуть позже мы будем отвечать на конкретные вопросы наших зрителей Амиржан Магажанович, не открою Америки сейчас Действительно, большая часть населения, как мужского, так и женского Вот испытывает эту пагубную страсть к курению Расскажите про статистику Спасибо, Софья Анатольевна Вначале еще раз хочу поблагодарить вас, что вы пригласили Правда же, меня на это интересно Мы очень долго ждали, рады Да, спасибо Еще раз поприветствую телезрителей Я хочу сказать, Софья Анатольевна, что мы не первый раз обсуждаем эту тему И это стало, наверное, с хорошей традицией Конечно, безусловно, вот эта пагубная привычка Или, так скажем, пристрастие пагубная Человек к табакокурению Оно, конечно, уже давно изучено И то, что оно пагубное, оно, наверное, уже не требует доказательств Я думаю, что мы сегодня в течение нашего общения все это будем уточнять Но насчет статистики я хочу сказать, что действительно в разных странах Различная статистика, но если мы говорим про курильщиков у нас в стране То вот среди пациентов, которые страдают хобл, а это пациенты, как правило, курильщики То у них все 70% это мужчины-курильщики, а 30% это женщины И, к сожалению, женская категория, она сейчас тоже начинает возрастать в категорию от курильщиков Юлия Андреевна, ну, опять-таки, не секрет, что многие пытаются по ходу своей жизни расстаться с этой привычкой Как-то кто-то раз и по щелчку с этим завязал А кто-то совершает несколько попыток и нет никакого результата От чего это зависит и все-таки можно это победить или нет? Ну, однозначно сейчас огромное количество способов и методов по отказу от курения Но главная проблема это в том, что неправильно сформирована мотивация по отказу от курения Ведь часто мужчин, к примеру, заставляют жены или близких давят окружение, родные, знакомые То есть, по сути, это не искренний, не истинный выбор человека Соответственно, у него и нет стремления отказаться от курения А если человек правильно выбирает мотивацию, четко для себя определяет, что он хочет бросить курить То, соответственно, различные организации, кабинеты по отказу от курения помогают ему это сделать правильно и эффективно Но это все-таки необходимо прибегнуть к специалистам для того, чтобы завязать с этой привычкой Или сила воли-то вот как-то может победить ее? Да, у нас действительно есть случаи, когда человек отказывается самостоятельно Но если после пары попыток это не удается сделать, то лучше не мучить себя А обратиться к специалисту, который выстроит алгоритм отказа от курения И, соответственно, доведет до устойчивого результата Амиржан Магажанович, такой устрашающий момент Да или нет, правда или миф, что у таких махровых, скажем, курильщиков Непременно в конечном итоге развивается рак легких Ну, Савиат Дольф, к счастью, это, конечно, я скажу уж правду Но это не 100%, но с большой вероятностью да Это уже доказан факт, это большие перспективные исследования Где очень большое количество было исследуемых, курильщиков, которые ходили Их были до нескольких десятков лет И изучали вот такую конечную точку, как смерть, причина смерти И, конечно, в структуре смерти курильщиков большой процент Был из локачественного образования Да, с большей вероятностью это локачественное образование легких Вот про рак легкого мы говорим Но и не только Это из локачественного образования желудка Мы же не забываем, что продукты сгорания, они вместе со слюной попадают в желудок Это и локачественное образование ртовой полости, гортани Кстати, очень редко заболевание гортани Поэтому, да, я уж не говорю про неизлокачественное заболевание Это сердечно-сосудистые заболевания, тот самый же атеросклероз Который является причиной и инфарктов, и инсультов Тоже доказано, что у курильщиков прогрессирование атеросклероза происходит быстрее Я думаю, что если в этой студии будут кардиологи в следующий раз Я думаю, что они более подробно расскажут и про эту ситуацию Поэтому вредная действие табачного дыма, она доказана И, в частности, вот тот вопрос, является ли действительно высокая вероятность Что это вызывает рак легкого, да Я думаю, что телезрители, наверное, моего возраста и постарше Но помнят, наверное, те годы, когда телевидение позволял себе рекламу табачных изделий И нам показывали всяких голливудских актеров, которые рекламировали Они там падали с водопадов на сканьонах Наверное, вспомнили эту линейку Да и вообще в каждом телевизионном и художественном фильме герои обязательно курили Но, к сожалению, все актеры, которые рекламируют сигареты, они умерли именно от рак легкого Вот как Да, понимаете, это может быть такое, знаете, роковое совпадение Но, тем не менее, они были курильщики Они были активные курильщики Да, вот они умерли от рак легкого Это может как совпадение сказать Но если вы спрашиваете про статистику Статистика, она неумолима Действительно, большое количество курильщиков заболевает с локачественным образованием Так, я чувствую, мы потихонечку прям запугиваем и запугиваем наших зрителей Нет, это статистика Юлия Андреевна, ну вот прям вот все от мала до велика знают о вреде курения Но, тем не менее, как-то вот пристрастился народ к этой привычке Я даже знаю женщин в своем окружении, приятельниц, которые во время беременности, кормления ребенка Отказывались от этого и потом снова возвращались Вот, ну что вот, инстинкт самосохранения на этом этапе вообще, что ли, не срабатывает? Ну, здесь, наверное, одна из причин Употребление начинается в достаточно юном возрасте И, как правило, это решение, оно еще недостаточно взвешенное Ребенок где-то за компанию, где-то с друзьями В какой-то такой веселой атмосфере Начинает эпизодическое употребление сигарет На основе этого постепенно начинает формироваться зависимость И когда она уже сформирована, отказаться гораздо сложнее Здесь уже возникает определенное чувство дискомфорта А человек, он старается всеми силами этого избежать Потому что работа над собой, она достаточно сложная, трудоемкая Пугает неизвестность, пугает непонимание, что делать с этим В какой-то степени стыд или страх обратиться к специалисту за помощью И, соответственно, вот сам этап отказа от курения, он достаточно сложный Поэтому многие вот и срываются, и уходят от этого А по поводу инстинкта самосохранения Он работает, когда угроза явная А в юности, в таком зрелом возрасте Еще нет таких ярких проявлений проблем со здоровьем И человек думает, что, ну я вот курю уже несколько лет А у меня никаких проблем нет, ничего не болит А, к сожалению, когда начинает болеть Скорее всего, уже достаточно такой длительный стаж курения И здесь уже однозначно нужно отказываться Нужно вот прям обращаться к специалистам А на первых порах вот некая такая беспечность, легкомысленность к этому вопросу То есть попытка вкусить запретный плод, попытка повыпендриваться в свое время Там в 16, 18, 20, может привести вот к такой глобальной и затянувшейся главной проблеме Ну, Амиржан Магажанович, конечно же, сегодня не может остаться в стороне нашей беседы Пандемия, коронавирус Курильщики сложнее, тяжелее переносят это заболевание Вы знаете, я, наверное, если бы это интервью давал где-то в начале 20-го года Когда только вот эта новая болезнь начинала, набирала обороты Если бы я начал говорить, что это действительно вредно Ну, наверное, очень заслуженно телезрители могли бы мне не поверить Ни у кого же не было опыта и статистики, вот как коронавирусную инфекцию ведет У того или иного человека, у которого то или другое заболевание имеется Хроническое, в частности, хроническое заболевание легких на фоне табака и курения Но уже теперь мы имеем опыт практически двухлетний И мы уже можем определенно сказать И здесь я, наверное, говорю не только про свой опыт Работа в ковидном госпитале Римбургской области А, наверное, опыт, который имеется у наших коллег в стране Мы там все-таки на наших профессиональных площадках встречаемся И делимся опытом И мы действительно понимаем, что новая коронавирусная инфекция Она имеет излюбленную, так скажем, кавычку, группу людей Пациентов, которые она поражает очень тяжело Иногда это поражение носит фатальный характер Посему, конечно, для нас уже на сегодняшний день И в первую волну, и теперь для нас уже сформировалась группа пациентов Которые имеют какие заболевания? Конечно, безусловно, это сахарный диабет Это сердечно-сосудистые заболевания хронические Одним из факторов риска развития, который я сказал, что есть табакокурение И, безусловно, это хронические заболевания легких И в первую очередь это больные с хронической конструктивной болезнью легких Знаете, эти пациенты, которые изначально имеют пораженные легкие морфологические Мы говорим про тяжелое заболевание, которое само по себе сопряжено с большими рисками А тут признается второе грозное заболевание на эти легкие И, конечно, лечить этих пациентов – это крайне тяжелая для нас задача Но и при этом для пациента тоже, конечно, это очень тревожно Потому что я вам хочу сказать, что не всегда получается помочь Поняла Юлия Андреевна, вот мы прямо вот в нашей разминочной части диалога Коснулись того, что, может быть, и не стоит человеку лично прилагать какие-то мощные усилия А можно с помощью специалиста решить проблему – отказ от табакокурения Ну, тогда подскажите нам, что называется, маршрутизацию Мне всегда трудно дается это слово Куда, как, поэтапно человек должен обратиться за помощью? Ну, специализированную помощь оказывают в кабинетах по отказу от курения В частности, у нас в центре функционирует такой кабинет В том числе есть школы по отказу от курения И у нас даже запускается онлайн-проект То есть, не выходя из дома, можно будет вести диалог, беседу с врачом, со специалистами Специалисты, которые грамотно и четко ответят на все вопросы Остерегут от срывов Помогут именно выстроить вот этот алгоритм отказа от курения Но если такой возможности нет, всегда можно обратиться к психотерапевту Потому что все-таки мы не разрываем вот этот момент А это и в том числе психологическая проблема И психотерапевт может помочь также в режиме онлайн То есть, не выходя из дома, не нужно думать, что специалистов мало Специалисты есть, они готовы помогать, и они открыты для населения Но, Юлия Андреевна, вот эти пресловутые антиникотиновые пластыри, сосучки, постилки Тоже имеют место быть в плане помощи? Да, они присутствуют, но вот, к сожалению, люди возлагают на них достаточно такой большие надежды Хотя на самом деле это всего лишь вспомогательный компонент Вот в этом алгоритме отказа от курения, как вспомогательный момент, они могут присутствовать Но на 100% они не оказывают эффекта И считать, что если я буду использовать жевательную резинку, и мне это 100% поможет при отказе от курения, не стоит Ну что, мы, ну, что называется, ввели нашу аудиторию в тему сегодняшнего разговора Но главным было и остается ваш интерес к ней и ваши вопросы Вы готовы, уважаемые гости? Первый вопрос, Амиржан Магажанович, будет вам от Елизаветы Семеновны Она вас приветствует и сообщает, думаю, не без грусти, о том, что муж курит уже почти 30 лет Имеет ли смысл бросать курить сейчас? Говорят, только хуже будет, спрашивает Елизавета Семеновна Вес начнет увеличиваться, да и вообще добавятся другие проблемы На каком этапе можно лучше бросать курить? Вы знаете, курить, бросить никогда не поздно Я абсолютно соглашусь с Юлией Андреевной, да, что все-таки табакокурение, табачная зависимость Это психическая зависимость, а не физическая И поэтому от того, что человек прекратит курить, у него не произойдут какие-то поломки Какие-то ферментные системы, извините за такое слово Там система организма, там со стороны сердечно-сосудистой системы, дыхательные, нервные системы Да, у него будет, вероятно, обсидентный синдром, как вот желание все-таки вернуться к этой привычке Но не более того, ничего физического не случится, никакого надлома в организме не произойдет Потому что этому нет никакого медицинского, мы, как говорим на языке врачей, патофизиологического объяснения Это психическая зависимость, не физическая А почему, конечно, нужно, конечно, бросать в любом возрасте Но опять я соглашусь с коллегой Главное, я считаю, из своего опыта, самое главное средство отказа от табакокурения Это все-таки сгенерированная, собственно, человеком, курильщиком мотивация Вот когда он ее смотивирует, что действительно А, кстати, очень большое количество опыта Вот лично у меня, когда я знаю пациента, которые приходят и говорят Вот у меня родился внук, все, не буду курить И бросает курить, да У нас очень, мы так очень интересно устроены, да Вот человеку 70 лет, он 50 лет курил В 70 лет у него развивается инфаркт миокарда Ну, бывают такие ситуации, к сожалению Он побыл в реанимации, выписался После этого забыл про сигареты Начал заниматься ходьбой, лечебной физкультурой И спрашивается, а что же мешало 50 лет бросить И при этом хуже ему не стало Ему стало только лучше Поэтому я обращаюсь к нашему телезрителю Хочу сказать, нет, не надо бояться Это только плюс Это только плюс Ну, в общем, как сказал классик, привычка свыше нам дана Не самая лучшая привычка в человеческой судьбе Юлия Андреевна Галина адресует вам свой вопрос У нас в семье муж курит много лет Мы с ним рядом, дети и я Получается, что мы тоже курильщики пассивные Что делать? Муж категорически не хочет бросать курить Можно победить любимого в этом смысле? Вопрос, конечно, пассивного курения Он поднимается и достаточно часто Если, к примеру, это взрослые супруги Они еще могут как-то дистанцироваться друг от друга Но ребенку очень сложно вот это осознание Что там папа где-то курит Я должен на какой-то дистанции от него держаться Здесь однозначно разведение зоны курения и бытовых зон Потому что мужчина должен понимать, что Право курить, оно в принципе у него есть Да, это его выбор Он разрушает свое здоровье Но почему тогда он разрушает здоровье Самых близких ему людей Если, к примеру, мама, она уже взрослая Сформировавшаяся, он разрушает ее здоровье Но ребенок, он только формируется Ему сейчас как раз-таки нужны силы, ресурсы И, к сожалению, вот сигаретный дым Вот это пассивное курение Оно даже в какой-то степени препятствует Нормальному развитию ребенка С ужасом иногда наблюдаешь, когда идет молодая пара Коляска и папа буквально чуть ли не Да и мама Да, в эту коляску курит То есть это очень достаточно грустно И здесь нужно понимать, что это не просто прихоть А это ответственность за здоровье своего ребенка Ну а как в этом случае Такого недисциплинированного папу Принудить к этому акту отказа И объяснить, что это ответственность Тоже специалисты, только специалисты Ну здесь, конечно, и разговоры помогают И вы понимаете, у нас разговоры Вот очень часто многие женщины говорят Я же с ним разговариваю Но чаще всего это выглядит как Такое немножечко воздействие на мозг мужчины Хотя на самом деле нужно это постепенно И достаточно мягко объяснять Если нет понимания, то действительно разграничивать Что да, это твое право Ты можешь употреблять сигареты Но вот выделить ему, так скажем, зону курения Которое будет не препятствовать Нормальному здоровому существованию Отличная зона курения, например, балкон К примеру, или подъезд Нет, в подъезде мои соседи не позволили бы курить Балконы тоже соседцы с кем-то ведь Да? Но зимой еще можно Ой, ну что мы предполагаем? Они с вами разберутся Амиржан Магажанович, Эльвира Шлет вам приветствие И уточняет Сейчас многие переходят на Айкос Это безопасное курение Или это просто обман себя Ну вот эти вкусные пыхалки Такие пыхалки фруктовые Я понимаю, о чем идет речь Это даже, это не электронная сигарета Это устройство, которое Айкос это называется, да Которое, по сути Ну, это тоже вариант табакокурения Где, по сути, табак Ну, они считают, что это высококачественный табак Ну, табак он все равно табаком остается Он заправляется в этот картридж И там этот табак не горит, вот как в сигарете А он просто нагревается элементом Ну, и потом сигаретка достаточно маленького формата Ну, понимаете, размер сигареты Не имеет значения Не имеет значения, да Дело в том, что вы в результате нагрева Выделяете никотин и те же вещества Но только в меньшем количестве И если курильщик, который решил, что он переходит Сигарет на эту альтернативу для себя Ну, он все равно будет количеством нагонять Я вам хочу сказать, что Что эти Айкосы Что электронные сигареты Что кальяны Может быть, мы какие-то вопросы Телезрители, я немножко опережаю Я вам хочу сказать Это все разновидности табакокурения И вот в нашем федеральном законе В 15-м То есть от 23 февраля 2013 года О охране здоровья граждан От воздействия табачного дыма Там четко ведь дано формулировки Понятия, определение Что является табакокурением Что является замещением Это табакокурение И, кстати, все вот эти вот Вроде как кажется новшества Они там отражены Это тоже варианты, так скажем Табакокурения И тоже обладает пагубным влиянием Юлия Андреевна Несмотря на то, что мы только начали Разговор о табакокурении И от возможности Отказаться от этой привычки Народ подключается С большим желанием Действительно Отказаться от табакокурения Но вот Иван просит Настоятельно Еще раз Легко вот вам сказать Брось курить А как реально это сделать Курильщик со стажем Еще раз Чего начать Требует Иван Ну, в идеале, конечно Это обращение к специалисту То есть, во-первых Мы здесь работаем Почему важна мотивация Это вот, наверное, основа То есть, потому что Когда человек не понимает Для чего он делает Зачем ему нужен этот отказ Многие курильщики Оправдывают себя тем Что мне, в принципе, нравится Меня все устраивает А некоторые, опять же Вот с помощью электронных систем Замены табака Обманывают просто Да, они считают Что таким образом Они уменьшают вред Многие говорят Что таким образом Они пытаются бросить А по факту Они просто ходят по кругу То есть, ситуация не меняется Отказ от курения Не происходит Плюс ко всему Многие, допустим Переходят на безникотиновые заправки Так мало того Что организм начинает С них все равно Требовать свою дозу никотина И в итоге они курят Как обычные сигареты Так и электронные заменители сигарет По сути Это встречается достаточно часто То есть, фактически Они становятся двойными курильщиками То есть, это уже двойная доза Вредных веществ Которые попадают в организм И поэтому здесь, наверное, самое главное Это перестать себя обманывать Перестать ходить на сомнительные Какие-то мероприятия Использовать аналоги Совершенно бесполезные Иногда и вредные Для нашего здоровья А уже действительно Набраться храбрости И обратиться к специалисту Для многих Поход к психологу Это что-то такое постыдное Хотя на самом деле это не так Это достаточно сильный Смелый человек Который не боится признать Что у него проблема И ему нужна помощь А вот уже со специалистом Как раз-таки выстраивается Правильный и грамотный алгоритм По отказу от курения Я вот сейчас сижу и думаю Вот наша фарминдустрия Изобрела бы какой-нибудь Порошочек, таблеточку Даже пустюкольчик После которого напрочь Это желание было бы отбито Ну, препараты Они присутствуют в принципе Но, к сожалению, опять же Многие, начиная употреблять препарат Появляется первичное Такое вот ощущение Что это помогает Они забрасывают сигареты Вот я не соглашусь Софья Анатольевна Все-таки, знаете, я Вот к вопросу Хоть он адресован Юлия Андреевна Мужчина Я хочу сказать Вот на пути К отказу от табак курения Уже есть один шаг Даже вопрос в нашей студии Это уже говорит о том Что человек не выключил телевизор Он аж слушает И задает вопросы Это уже хорошо Когда человек мотивирован Это он должен понимать Что он не должен Ответственность Отказа от курения Перекладывать на плечи Медицинских работников На какую-то волшебную таблетку Еще раз Это психическая зависимость Надо себя мотивировать И найти надо в себе силы А это сделали Очень большое количество людей Которые отказались От курения И отказаться А все волшебные таблетки Пластыри Они рассчитаны На отвлечение Я так понимаю Может Юлия Андреевна Мне поможет На то Чтобы убрать рефлексы Держания сигареты Понимаете Вот ни один Медицинский пластырь Он не имеет форму сигареты Я правильно Они имеют пластыри Они имеют таблетки Они имеют что-то дополнительное Но надо вот этот рефлекс Да И держание сигареты Ну разве может Электронная сигарета Которая так же выглядит Как сигарета Быть альтернативой Или что-то Вот это Айказ Да нет конечно Или кальян Который по каким-то Поэтому я думаю Что мечтать о том Что придет волшебник И придумает таблетку Ну хотелось бы конечно От многих болезней Не только от табакокурения Но к сожалению Это пока утопия Ну в общем В очередной раз Победа над самим собой В руках В руках Да Во главе решения Этой проблемы Вот Амиржан Магажанович Александр Хотел бы с вами поговорить Мы чуть-чуть Предопределили вопрос Александра Но наверное Чуть-чуть поподробнее Тогда сейчас Ответим ему Скажите пожалуйста Пештон Ваше мнение про кальян Ну что плохого Если иногда Человек покурит Кальян Если при этом Он вообще Сигареты Не курит Ну Знаете Я вам одну вещь скажу Вообще эволюционно Дыхательные пути Человеческого организма Не рассчитаны На вдыхание Инородных Веществ Дыхательные пути Этапе Вот эти окислы Они же влияют Пагубно На слизи Я вот поближе к кальяну Вот Если в кальян Заправляются Те же эфирные Ароматические вещества Эти продукты Распад Они действуют Тоже на слизи Это смолы Поэтому Ну знаете Это играть Как в русскую рулетку Никто не сказал Что Если он редко курит Он не получит Последствия Или допустим Он предварительно Не курил сигареты Поэтому Я думаю Что лучше В этим не играть Это очень Плохой аргумент Для того Чтобы заниматься Плохой привычкой Дальше И вы знаете Амбержан Магажанович Прям в догонку К вопросу Александра О кальянах Спрашивает А можно Сказать Вот такое Курение кальяна Это тоже зависимость? Тоже зависимость Тоже зависимость Но мы же Должны не забывать Что многие смеси Которые используют В кальянах Они никотинсодержащие И понимаете Это тоже Да Ну я вам хочу сказать Что Для меня Как для пульмонолога Мне кажется Даже кальян Даже вреднее Чем табакокурение Сейчас объясню Даже с позиции Актуальной сегодняшней Но если мы Если кто-то представляет Что такое кальян Ну это хорошо Если он индивидуальный Да А сейчас Что это Вот вокруг одной колбы Сидят вот вокруг Ну как вот Я не знаю Ну вот и курят все Да Но при этом Эти же пары смешиваются Давайте не будем забывать Что коронавирус Не дремлет Да уж И он Во влажной среде Он живет Я даже не подумала Да и в кальяне Он легко будет передастся От курильщику Я всегда говорю Возьмите это время Закройте Их идем в курилку Сейчас меньше Сейчас меньше Надеюсь Их идем в курилку И так Их идем в курильщик темы. Юлия Андреевна, Ангелина хотела с вами посекретничать. Муж пытается бросить курить, пишет она. Уже несколько было попыток. Когда не курит, становится раздражительным и даже агрессивным. Потом снова начинает курить. Что делать? Какие-то может успокоительные вот в этот период этих самых попыток ему давать. А почему, собственно, так раздражается человек? Ведь он принял решение? Ну, решений иногда мало. Дело в том, что при отказе от курения человек начинает сталкиваться с дискомфортом. Состояние немножечко расшатывается. Потому что отказ, он влияет и на желудочно-кишечный тракт, и на сердечно-сосудистую систему. Это незначительное изменение, но при этом где-то есть такое некое волнение, переживание. Плюс ко всему, отказ от курения это разрыв шаблона поведения. То есть это уже стресс для человека. И когда вот нет сопровождения специалиста, даже вот какие-то препараты, это все достаточно индивидуальный параметр. Все-таки лучше оставить препарат для назначения специалистом. В этих ситуациях можно использовать, к примеру, релаксационные техники. То есть даже техники по поводу дыхания, они очень хорошо помогают снять стресс и переключиться. Проблема, наверное, еще и в том, что когда человек отказывается от курения, часто его мысли направлены на негатив. Что вот я сейчас бросаю, мне будет тяжело, мне вот этот будет дискомфорт, особенно если уже были попытки, он уже с этим столкнулся. Как вот сказали о том, что несколько попыток было. Да, с супругом Ангелиной. Да, то есть он уже знает, что там будет дискомфорт. Он отказывается, он знает, уже предвосхищает ситуацию. И его мысли направлены на том, что ему будет тяжело. Хотя он должен думать наоборот, что он идет к здоровому образу жизни, что ему будет, соответственно, лучше, легче. Он будет себя чувствовать здоровым человеком. То есть это уже работа со своим мышлением. Это техники, которые позволяют нам действительно настроиться на позитив и прийти к тому, что это не какая-то каторга, это не пытка, а это действительно шаг в здоровое и счастливое будущее. То есть валерьянку в период обострения не рекомендую. Я думаю, что это как у ребенка отбирает игрушку любимую и происходит, начинается каприза. Я бы не более того. Да, наверное. Амиршан Магажанович, вопрос врачу и мужчине. Ну, пусть он вас не смутит. У нас в жизни масса неприятных моментов, которые мы сами себе создаем. О пагубных привычках. Алкоголь и табакокурение. Что страшнее и опаснее? Знаете, и то страшно, и другое страшно. Вот успокоили. И то страшно, и другое страшно. Вы знаете, я скажу одну вещь, что если мы говорим про алкоголь как пагубную привычку, ничего хорошего там нет. И это тоже доказанный факт. Если мы говорим про алкоголь как элемент какой-то там церемониальных вещей, которые, ну, все мы применяем, какие-то события в жизни, эпизодические и, так скажем, в меру, ну, наверное, это не столь пагубно, как регулярно курение табака. Ну, я абсолютно сейчас не рекламировал алкоголь, чтобы вы понимали. Конечно, мы все понимаем. Да. Но ни в коем случае сравнивать их нельзя. Их, наверное, можно, это две беды, посадить в одну лодку. Понимаете, что алкоголизм, что табакокурение, это пагубные привычки. Только вот, наверное, Юлия Андреевна согласится, если мы говорим про алкоголь, при отравлении алкоголем бывают физические последствия более тяжелые, чем при табакокурении. К сожалению, это очень серьезный вопрос, точнее, тема сегодняшнего дня. Мы, конечно, теряем людей очень много от пагубного пристрастия к алкоголю. Не, ну мы сейчас, вы привели пример, ну, такого застойного алкоголизма. Но вот люди покуривают в течение дня, люди в течение дня употребляют там полбутылочки за ужином и за обедом прекрасного вина. Вы знаете, я сейчас скажу, наверное, одну вещь все-таки. Скажите мне. Мы же понимаем, что мы же в среднем мы люди крайности. Понимаете? Вот да. Поэтому, наверное, не буду я говорить про какие-то виртуозные особенности употребления чего-либо, да, эта ситуация не та. Если мы говорим, что у нас вот эта пагубная привычка, коль мы немножко отлепились на алкоголь, если стало на уровне национальной трагедии, мы недавно помним, что у нас в области случилось, то я думаю, что мы должны четко сказать, и алкоголь, и табак, курение, это вредные, пагубные привычки. Мы даже когда говорим об отравлениях, мы же понимаем, что это однозначный вред. Конечно. А когда мы говорим о употреблении чего-то, как-то вот начинаются какие-то дозы, ранки, это однозначно идет вред для организма. Ну, все, уважаемые наши зрители, после этого пламенного монолога, вернее, диалога двух наших замечательных сегодняшних гостей, это главного пульмонолога Министерства здравоохранения Оренбургской области Амиржана Магажановича Кулбаисова и медицинского психолога Оренбургского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Юлии Андреевны Карабаевой, у нас с вами одна дорога. Мы бросаем осознанно и никотин, и алкоголь. А вот Амиржан Магажанович, Алексей возвращает нас к сегодняшней ситуации, к пандемии. Он спрашивает у вас, я курю много лет, сейчас болею ковидом. Это мне все усугубляет течение болезни? Ну, в общих чертах вначале мы уже поговорили об этом. Да, но я только могу пожелать скорейшего выздоровления. И я вам хочу сказать, что, конечно, когда вы справитесь, обязательно справитесь с этой бедой, я надеюсь, что вы все-таки определенно задумаетесь, что вам с этой привычкой надо будет расстаться. Расстаться, да. Ну, вопрос от Владимира насчет лекарственного лечения и табачной зависимости, мне кажется, мы более чем подробно обсудили. А вот, Юлия Андреевна, любопытный вопрос от Алифтины. Моя подруга пишет, она очень редко курит, только за компанию, или когда с друзьями что-то отмечает, выпьют. Говорит, обычно не тянет к сигаретам. Можно ли сказать, что она почти не получает вреда? Видите, какие вот окольные тропиночки выносили. Ну да, как я и сказала о том, что да, если мы говорим об отравлении, там однозначный вред, и люди это понимают. Но когда хочется сохранить вот эту вот зависимость, они уже начинают выяснять. А может быть, есть легкое что-то, а может быть, есть альтернатива. Потому что, допустим, вот большим мифом окружены легкие сигареты. Хотя, по сути, проблема в том, что там присутствует, да, меньше вредных веществ, но организм из нас их все равно требует. Человек начинает курить в два раза больше. Да, вполне сказать. Просто, вот знаете, если она нерегулярно, так скажем, балуется себя... По вдохновению. По вдохновению. Она просто на пути формирования пагубной привычки. И в этом тоже ничего хорошего нет. Юлия Андреевна, мы вот говорили об онлайн-программах, да, о возможности пообщаться дистанционно со специалистами, а Игорь просит уточнить. Вот насчет различных онлайн-программ, которые могут помочь бросить курить, они что, реально могут, или это просто развод? Ну, это не развод, это такой метод помощи, самопомощи. Это может быть и трекер, и калькулятор, и какие-то тайминги. Это может быть и мотиватор. Ведь приятно открывать приложение и видеть, что ты молодец, ты уже месяц не куришь. То есть какой-то момент, элемент поддержки. Он может, в принципе, выступать, но, опять же, это не стопроцентное средство, и возлагать все надежды на него не рекомендуется. Юлия Андреевна, Андрей спрашивает, вот если человек только начал курить, и с надеждой так, ему же легче бросить, чем курильщику со стажем, или не имеет особого значения, сколько времени человек курит? Вообще, это индивидуальный параметр. То есть у всех по-разному формируется психологическая зависимость от этого. У всех по-разному идет процесс употребления, механизмы употребления. Здесь, конечно, вот прям сто процентов сказать, что человек, к примеру, до пяти лет, да, возможно, у них есть больше шансов отказаться от курения. Но есть люди, которые с первых двух-трех употреблений уже достаточно жестко подсаживаются на эту зависимость, достаточно страшную, и уже бросить им очень-очень сложно. То есть у нас есть категория людей, которые вообще, в принципе, без участия в вмешательстве специалиста бросить не сможет. Амиржан Магажанович, Наталья Владимировна вновь возвращает нас к ковид-19, к пандемии. Добрый вечер. Мой вопрос не про курение, а про проблему с легкими, которая развивается после ковида. Никогда не курила, уточняет она, перенесла ковид. И уже второй месяц кашляю, и ничего не помогает. Что делать? Я все-таки хочу немножко нашу пациенту передать оптимизму. Придайте, пожалуйста. Да, потому что все-таки постковидное состояние это постпневмонический период, а пневмония это острое заболевание. Будь оно коронавирусное, будь оно бактериальное. Поэтому здесь я, наверное, могу поздравить, что-таки острый период у нее позади, идет восстановительный период. К сожалению, у всех это по-разному. У кого-то это месяц, у кого-то полмесяца, у кого-то полгода. Это может затянуться процесс выздоровления после тяжелой коронавирусной пневмонии. Конечно, болезнь будет о себе заявлять каким-то образом. Вот этот вот затянувшийся кашель есть проявление вот этой затянувшейся пневмонии, которая находится в стадии рассасывания. Но этот процесс рассасывания пневмонии занимает определенное время. Поэтому я желаю терпения, конечно, и нужные рекомендации докторов, которые, безусловно, есть у этой пациентки, выполнять. Ну, во всяком случае, отчаиваться, Наталья Владимировна, на этом этапе не приходится. Егор тоже задает свой вопрос вам. У соседа, уточняет он, выявили рак кишечника и сказали, что от курения. Он курит более 50 лет. Правда, что ли? Может ли курение привести к раку кишечника? Слышал, что сейчас он чуть ли не на первом месте среди онкологии. Как такое возможно? Нет, но рак кишечника, он занимает определенную долю среди рака желудок и кишечного тракта. Ну, давайте так скажем. Это не вот вред табачного дыма, то есть, скажем, роль табачного дыма в развитии, злокачественного образования желудочно-кишечного тракта. Это, наверное, больше онкологи скажут, но я скажу по своему опыту. Это объяснимо. Вот когда продукты неполного сгорания или полного сгорания со слюной попадают в желудок, они первые встречаются, наборируются с листью желудка. И здесь объяснимо, что вот те продукты, которые содержатся в табачном дыме, они воздействуют на слистью желудка. Но не исключено, что они же дальше по этапу поступают в следующие отделы желудочно-кишечного тракта. Очень трудно связать, конечно, я не буду абсолютно сейчас апологетом этой идеи, что прям табакокурение вызывает рак кишечника. Ну, давайте так скажем, любой химический элемент или окислы, которые находятся в табачном дыме, попадают в человеческий организм, в каком месте он выстрелит, мы не можем сказать. И, конечно, мы не можем уже спустя время, когда у человека развилось это, связать табакокурение, которым он страдал ранее, к тому, что развилось у данного человека. Здесь, скорее всего, наверное, нам будут интересны исследования ученых, на большом количестве людей с раком кишечник, кто из них курил, кто не курил, чтобы сказать определенный вывод, что рак кишечник связан с табакокурением. Но исключить эту возможность пока тоже нельзя. Юлия Андреевна, вопрос от Полины. Мой друг после пяти лет стажа бросил курить, год не курил, держался. А потом ему друг настойчиво предлагал, и он сорвался. Вот как не сорваться, особенно когда вокруг тебя все курят и тебя провоцирует. Вот самые эти курильщики-завистники. Не общаться. Да, к сожалению, да, присутствуют такие моменты, и срывы, они часто встречаются при отказе от курения. Но на самом деле это хорошо. Это не повод унывать и опускать руки. Если есть момент срыва, это значит, что вы пытаетесь, это значит, что вы ведете борьбу с курением. А вот по поводу общества, у нас вообще в принципе не принято отделять от себя, отдалять от себя токсичных людей. Людей, которые желают вам, ну, пускай не зла, но и не особо радуются вашим успехам. И здесь, если мы говорим о начальных этапах отказа от курения, мы рекомендуем на какой-то промежуток времени воздержаться от застолий, от вечеринок. Это не много, то есть до полугода хотя бы. Ну и вообще так ситечком профильтровать тех, кто тебя окружает. Да, хотя бы вот как лакмусовая бумажка. А ситуаций достаточно много. Вот именно на вечеринках, вот я говорилась в начале про подъезды, к примеру, домашняя компания где-то проводит время. Можно, конечно, всех выставлять, вот эти балконы есть в подъездах, то есть можно их, конечно, всех туда выставлять. Но, как правило, это не помогает. И человек, чувствуя вот этот запах вернувшихся друзей, у него все равно будет непреодолимая тяга. Поэтому на какой-то промежуток времени вот все-таки дистанцию достаточно длительную стоит подержать, но в итоге человек получит крепкое здоровье. Да, спасибо большое. Амиржан Магажанович, Татьяна, да, у нас еще есть несколько минут для разговора. Она вас приветствует. И вот о чем спрашивает. Слышала, что курение вызывает такую болезнь легких, очень тяжелая болезнь, когда человек задыхается. Расскажите, во-первых, что это за болезнь. Может, курильщики послушают и напугаются. Ну, вы знаете, я вначале уже говорил. Пугать не будем? Да, да. Нет, вы знаете, я просто информирую наши телезрители, буду говорить абсолютную правду. Да, тут я думаю, что правда, она есть правда. Но вот хроническая обструктивная болезнь легких, это заболевание тяжелое, которое поражает легкие. Ну, давайте я вот, насколько это возможно, очень так вот наглядно объясню схему заболевания. Вы понимаете, вот акт вдоха и выдоха. Человек вдохнул, кислород поступил, выдохнул, выделил углекислый газ. Это же еще обуславливается эластическими свойствами легких. Вот как рогатку натягивают, да, резинку, да, и отпустили. То же самое с легкими. Вот в норме легкие, эластичные. Вот раздвинулась грудная клетка, за счет отрицательного давления натягивается альвеола, они раскрываются, и там поступает воздух. Человек выдыхает, это все сжимается. Вот при хопл, от воздействия табачного дыма, разрушается межальвеолярные перегородки, повреждает сама паранхима легких, не только дыхательные пути. И вот эта рогатка уже не стреляет, она растет, у нее нет эластических функций. Человек не может сделать хороший вдох и выдох. И в этом трагедия пациентов с хобл, уже эту поврежденную легочную ткань, не вернешь обратно, не восстановить. В этом хобл. Именно ограничивать скорость воздушного потока. Что лежит в основе этого хобла? У нее нельзя сделать адекватный вдох и выдох. Соответственно, это приводит к дефициту кислорода в организме. Безусловно, хобл сейчас во всем мире активно изучать, безусловно, пульмонологи. У нас даже есть международный такой рабочий документ, называется ГОЛД, это глобальная инициатива хобл, где ежегодно собирается весь свод данных по этому заболеванию. И к чему пришли сейчас наши пульмонологи, статисты, ученые, что хобл с 12-го места по причине смерти человечества он перемещается на 3-е место, только уступая болезни системы кровообращения и злокачественным образованиям. Это очень тяжелая болезнь. Основа, это, конечно, больше всего табакокурение. Ну, вы знаете, прям последние секунды отчитывает наш час. Я попрошу вас прямо в двух словах дать такое напутствие людям, которые хотели бы расстаться с этой привычкой, как справиться налегке. Ну, давайте скажу. Я желаю, во-первых, всем здоровья, как доктора, и хочу, чтобы вы полюбили себя и полюбили ваших близких. Я думаю, вы знаете, если вы полюбите себя и полюбите близких, любое желание сделать жизнь своей лучшей и избавиться от пагубных привычек, наверное, для вас станет легкой задачей. Спасибо большое, Юлия Андреевна. Прям вот совсем... Ну, однозначно, не бояться, не стесняться, обращаться за помощью. Мы как специалисты всегда готовы, открыты, и давайте сделаем наше общество здоровым и счастливым. Спасибо. Ну, я думаю, что все рекомендации сегодняшних гостей нашей программы вы возьмете, ну, по меньшей мере, на заметку. Вам подсказали абсолютно верный путь, как можно избавиться от пагубной привычки табакокурения. Наши следующие встречи через неделю. Следите за анонсами. Я благодарю наших гостей за этот разговор. И в финале, как всегда, прошу вас об одном. Пожалуйста, не болейте. Курение не просто вредная привычка. Табачный дым с тысячей опасных веществ бьет по всем органам, провоцирует развитие раковых опухолей, хронической обструктивной болезни легких, повышает риск возникновения инфаркта, приводит к преждевременному старению и сокращает продолжительность жизни. Но эти процессы можно остановить. Бросай курить. Будь свободен от пагубной зависимости. Чтобы не болеть, пожалуйста, делайте пилишку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова